МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вот когда готовился к передаче, залез на сайт Александра Николаевны Пахмутовой. Есть такой сайт. Мы уже начали работать? Да, мы работали. Только давайте не будем работать, будем общаться, разговаривать. Хорошо, Александр Сергеевич. Так вот, на вашем сайте есть такая анкета посетителей. Я думаю, как интересно. Вот я посетитель, сейчас буду общаться на сайте с Александрой Николаевной. Там вопрос. Видели ли вы Александру Пахмутову вживую? Есть такой вопрос. И три сразу ответа. Да, мы знакомы. Да, на концерте. Видел на концерте. Нет, не видел. Вот у нас сегодня есть такая уникальная возможность не только вас видеть, но и возможность поговорить с вами. Спасибо. Здравствуйте. Это программа «Разговоры». Я Александр Мягченков. И сегодня у нас в студии Александра Николаевна Пахмутова, народная артистка СССР, герой социалистического труда, композитор. Вот я объявляю, мурашки по телу даже идут. Народные артисты СССР, герой социалистического труда. Радостный строй гитар, яростный строй обряд, словно степной пожар, песен костры горят. Ты, моя мелодия, я твой преданный артист. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай, на клюшку пас сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и братарь. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. У нас так принято, что вначале я должен прочитать произведение молодого автора. Эссе от нашего редактора. Александра Пахмутова помнит себя с первых попыток в три с половиной года подобрать на пианино услышанные в кинотеатре мотивы. В пять лет сочинила первую мелодию. Петухи поют. В семь лет пошла в общеобразовательную школу в поселке Бекетовка и параллельно три раза в неделю ездила с мамой на поезде в Сталинград, музыкальную школу. Правда, дорога-то была не близкая. Километров 20, да, было до Сталинграда? Да, 18 было, да. Закончила консерваторию, теоретико-композиторский факультет, но тут, в СССР, началось фантастическое время. «Оттепель», «Полет в космос», «Сибирские стройки». И серьезный композитор Александра Пахмутова неожиданно начала писать песни. «Лодочка моя», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Старый клён», «Птицы счастья», ну и так далее, и так далее, что перечислять более 400 песен. Сегодня для многих людей Александра Пахмутова уже давно превратилась в легенду, национальное достояние. Но не все знают, что на самом деле Александра Николаевна – нежная, жизнерадостная, застенчивая женщина. Но мы это знаем. Александра Николаевна живет замкнут, и телефон включает только тогда, когда ждет звонка, с журалистами отношения выстраивает избирательно. Недавно все смотрели по первому каналу телешоу «Достояние республики». «Вечер песен Александра Пахмутова и Николая Добронравова». Выдающиеся авторы. И мы еще раз убедились, что бы ни происходило в нашей стране, людям всегда будут нужны добрые и хорошие песни. Спасибо. По-моему, нет никаких неточностей. Я не могу сказать, что я веду замкнутую жизнь. Это не получается. Это хорошо, наверное, что у меня как раз очень много общений, и все, но сработать, сочетать очень трудно, потому что я просто с этим не справляюсь. И поэтому мы выключаем телефон, правда. Но вы знаете, что мне приятно? Я тоже смотрел вот это телевизионное шоу, эту программу на Первом канале. Мне было очень приятно, потому что, ну, во-первых, я ваш поклонник. Спасибо. Знаете, как сейчас модно говорить, но это говорят что-нибудь неприличное. Знаете, мы выросли на ваших фильмах, мы выросли на ваших спектаклях. У меня подходит старый гитарик, человек совершенно седой, еле идет, говорит, я вырос на ваших песнях. Да, да. Я вот в детстве, в юности, в юности распевал, любил напевать Лэп-500, непростая линия. Вот сейчас молодым людям скажи Лэп-500, они скажут, а что это такое? Ну, это линия электропередач, которую в свое время строили, это было прогрессивно, но песня-то была настолько душевная, удивительная и трогательная, она и сейчас есть. Ее исполняют ведь? Вы знаете, как вам сказать, что такое Лэп-500? Да, мы на радио сказали, такой песен не может быть, что это за Лэп-500. Но тогда была радиостанция «Юность», прибежище всех молодых, и надежный вообще друг и защитник. Мы пошли сразу на радиостанцию «Юность» и там эту песню передали. Но чтобы было абсолютно ясно, мы написали еще одну песню, которая называется «Что такое Лэп?» «Что такое Лэп?» Да. Понимаете, я хочу сказать то, что мне представляется в этом главном. Может быть, поэтому как-то многие из этих песен помнят сейчас, потому что вот то, что мы писали с Николаем Николаевичем, и то, что делаем сейчас, это песни о людях, которые работают, о тружениках. Причем труженик – это не обязательно он с молотком, стоит вот этот труженик. А человек, который сидит, так сказать, до утра, скажем, там, какой-то ученый, который, это тоже труженик. Вот о людях, которые работают. А Лэп-500, почему вам это нравится? Потому что там, ну, о них сказали так, как мы это чувствовали и любили. «Повернув выключатель в комнате, вы о нашем зимовье вспомните, если бы желтый глазок вольфрамовый мог пахнуть тайгой». Вот мы этих людей реально видели. Это люди поэты в душе, вот такие. И вот таким людям мы, собственно, посвятили основную часть своих песен. А сейчас я часто слышу, что это быдло. Поэтому, когда говорят, ой, почему сейчас нет таких песен? А что же писать такие песни? Знаете, что такое Лэп? Это монтажники, вот мужчины сидят зимой, холодно, немритые, вот сидят, ставят эти опоры. Это тяжелый труд, тяжелый, грубый. Но можно они, понимаете, вот этих людей мы любили и будем любить всегда. Это люди, которые честно работали за очень скромную зарплату и вообще не думали, понимаете. Вот для нас это очень дорого. И для меня, и для Николая Николаевича вот такие люди. Вы знаете, вот это еще, мне кажется, это отношение к жизни. Потому что можно приехать на какую-то стройку, посмотреть это и увидеть совершенно иное. А можно приехать и увидеть романтику, поэтику, увидеть в этих людях искру, свечение глаз. Седина в проводах от иния, Лэп-500 непростая линия. И ведем ее с ребятами. Я помню Юрий Позырев, замечательный артист художного театра. Да, он очень хорошо это пел. Очень проникновенно, легко, как-то без нажима он пел. Это так попадало. И вот эта песня звучала, как сейчас говорят, хит. Вот ты ее пел. Ты в ванной ее напевал, по пути на работу и так далее. И потом, понимаете, была другая, если можно так сказать, и какой-то общественной жизни, о каком-то существовании в обществе и композиторов, и поэтов. Другой климат. Что я имею в виду? Вот, например, как иногда говорят, вот песни по заказу писали такие-сякие. Нет, ну кому кто хотел, тот писал. Кто не хотел, тот не писал. Ничего страшного. Ну вот какие были... Во-первых, когда была война, композиторы тоже собирали вообще, они все писали песни. Вот нас пригласили весной 61-го года в редакцию радио, в песню редакции. Мы пришли. Тогда еще были живы и Бландер, и Новиков, такие вот наши классики, Славя Седой все бы. Пришли. И были такие молодые, как мы, пришли. И нам сказали, вы знаете, мы вам хотим сказать очень доверительно, очень доверительно, что вот этой весной впервые в истории человечества предполагается запуск человека в космос. Но это все равно, что сейчас сказать, вы знаете что, рядом на Луне есть жизнь. Это невероятно. Тогда это было значительным событием. Значительным. И удивление невероятное, конечно же. Может быть, вы подумаете, может быть, вы что-то напишете. Мы все разошлись после этого, чуть не попали все под машину, потому что мы были просто в потрясении от этой новости и от того, с каким доверием, ожиданием к нам отнеслись. Вот этого не было нужно. Нужно вот событие, как сейчас говорят, событие. Подготовьтесь к этому событию. Подготовьтесь к этому событию. Понимаете, вот я не знаю сейчас, есть ли уделители такое внимание, а талантливые люди в нашей стране всегда есть. Есть ли к ним такое внимание? Понимаете? И уж когда мы написали, уже это передавали, конечно, все. И 14 минут до старта, и присядем, друзья, перед дальней дорогой. И все. Понимаете, это тоже очень важен. Климат, в котором живет песня. Вы закончили консерваторию. У вас такой запас знаний в музыкальном, в сфере музыки, да? А вот сегодня ведь удивительная вещь. Смотришь, а у человека нет музыкального образования. Ну, наверное, он какой-то самородок, он там что-то сочиняет. У человека нет голоса, он поет. Но это бог с ним. Вот вы пишете, учиться нужно не только у тех, кто тебя старше, у мастеров. Обязательно надо учиться у тех, кто моложе. Да. Я вашу мысль понимаю, потому что у молодых есть. Я вот на КВН люблю ходить, там какая-то особая атмосфера. Без шабашности, но какого-то такого энергетического потрясающего накала. Вот чему вы можете научиться у молодых сегодня? И чему вы хотите научиться? И чему вы у них учите? Вы же общаетесь очень много с молодыми исполнителями, композиторами. Да, они замечательные. У них всем можно учиться неравнодушию. Уже Пушкин давно об этом сказал. Пока свободою гори, пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятил души прекрасной парой. У них такая душа. Но что с ней делает жизнь, это уже следующая страница. Это не так просто и не так весело. Но они, понимаете, вот их чуть-чуть так, знаете, как фреску, чуть-чуть отсвянуть, чуть-чуть приласкать. Они очень хорошие, нежные и замечательные люди. Ну, а чему учиться? Какому-то восприятию жизни. Не знаю. Легкости. Легкости. Ну, от них можно зарядиться еще, потому что эмоции, конечно, хлещут через край. Ну, хлещут через край, они могут работать днем, могут работать ночью. Они, конечно, замечательные. У них хороший аппетит всегда. Я их люблю очень. Ну, молодым, конечно, надо помогать. О чем вы тоже пишите, что молодым нужно помогать, особенно талантливым. Хотя вот говорят, что бездарность пробьется и сама, да, по-моему, такая есть какая-то пословица. А талантам надо помогать. Вы талантам помогаете. Ну, слушайте, но говорят, что вы все песни отдаете, просто дарите. Но как это можно? Как это возможно сегодня? А как иначе? А как сегодня коммерческое время? Как говорят, все стоит денег. Выдающийся композитор Пахмутова. Две строчки. Это же уникально. Она же все слышит, видит. Она тебя сразу подскажет, в чем твое зерно, как надо слышать, как надо ощущать. А вы все это раздариваете. Песни в смысле, да? Песни. Ну. Берите, не жалко. Берите, не жалко. Нет, иногда бывает песнь для какого-то события. Я говорю, что это, пожалуйста. А если просто певец? Вы знаете, что? Это просто, может быть, наше воспитание уже. Мы никогда ни с одного певца не взяли ни рубля и никогда не возьмем. Мне это неинтересно. Но это талантливые люди, извините, что берете. По-всякому. По-всякому бывает? Ну, конечно, по-всякому бывает. Ну, вы же сразу видите, как рентген. Выходит человек, начинает петь. Вы понимаете, что вот это талант. Конечно, конечно, конечно. Ну, понимаете, нас... Это нас так уже воспитали, что, может быть, человек, он поет, прекрасно поет, говорим, что вот так, вот здесь так, так. Потом он уходит, давай деньги. Это невозможно. Это невозможно. Есть организации, там, Министерство культуры, я не знаю, кто-то еще, кто заказывает какая-то организация. Это пожалуйста. Это пожалуйста. А вот так просто, это исключено. Мне неинтересно делать какие-то неестественные поступки. Это не нужно. Понимаю. Вот что пишут о вас в интернете на сайте «Мельпомена ком». Пахмутова и Добронравов, люди из будущего, мудрецы, ведут аскетический образ жизни, ничего лишнего. Они живут без суеты, никуда не бегут и все успевают. Кто же так хорошо нас думает? Ну, вот так вот пишут о вас. Вы что, действительно ведете аскетический образ жизни? Это никогда в жизни. В чем это проявляется? Если бы, да, никакого аскетического. Аскетический образ жизни. То есть ничего лишнего в жизни. Вот вы умеете определять. Вот это главное. А это вот это же все, это нам не надо. Так пока не получается. И знаете, это хорошо. То есть мы живем, насчет аскетического, не могу сказать, мы живем в режиме, может быть, поэтому я так дружу с молодежью, мы живем в режиме 30-летних людей. Ничего не изменилось. Абсолютно. Это вообще день, вечер, ночь. Вообще это вот так все идет. Предлагаемые обстоятельства, политические строя. Обстоятельства, никакого режима вообще. Ничего. Вот так все идет. Может быть, поэтому не то, что мы любим молодежь. Может, поэтому они к нам относятся. Очень нежные эти дети, прекрасные ребята. Потому что мы живем в одном режиме с ними. В одном режиме, абсолютно. То есть времени, чтобы сесть, чтобы сочинить, придумать. Или это все на ходу тоже. Я вот люблю, когда на ходу приходят какие-то вдруг неожиданные мысли, идеи, также и звуки. Или нужно уединиться, чтобы что-то сочинить такое глобальное. Сюиту, симфонию. Нет, я думаю, что... Вы знаете, не нужно. Каждому нужно свое. Вот мне иногда говорят, как, вы сочиняете без инструмента. Я говорю, да, без инструмента. А как это без инструмента? Вот действительно, как это? Ну, как? Я первый раз слышу, как без инструмента? Ну, ничего особенного. В голове вот и... Да, конечно. А где же еще? Вот. Но это, это не означает ничего. Это не означает ни героизм, ничего-то. Да, я сочиняю так. А есть люди, которые целый день играют. Ради бога, они тоже прекрасно. Это разные системы. Важный результат. И все. Я с вами соглашусь. Но тем не менее, вот для меня, как человека несведущего, обыватель, я думал, что такое, как бы, садиться, надо каждый день играть. Там, я не знаю, с утра или ночью. Играть-то неплохо было бы. Мне надо было бы играть. Чтобы играть получше. В голове возникло, вы записали все это. Да. Потрясающе. Вот я первый раз... Да нет, тогда не только я работаю. Но мы говорили, к чему это, что аскетически... То есть у нас нет ни режима, ни плана, никакой аскетики. Ну, чтобы... Вот как идет, как несет. Но грех жаловаться, потому что это интересно. Интересно. Сочинения звучат, все. Ну, времени уходит на все много. Вот на... И, может быть, кажется аскетичным это то, что очень много... Как помните, у Андреа Мурау есть такая новелла «Хронофаги». «Похитители времени». Я этих людей очень боюсь. Потому что ничего, какие-то вообще просьбы, какие-то... Причем стихи часто, к сожалению. Бывают и хорошие, но часто плохие стихи, которые посылают так. Сначала посылают в правительство письмо. А уже из правительства присылают мне. Так, чтобы я уже не смела не ответить. Вот этого слишком много, понимаете? У меня нет сил на все. И на это уходит масса времени и сил. Еще как. Вот на это мне жалко время. Потому что... Ну, как же это так? Вот. А так... Не знаю. Мы сейчас должны срочно... Что вас не устраивает в нашей жизни? Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, а потом мы продолжим наш удивительно интересный разговор. Потому что открытие за открытием. Лично для меня. Мы продолжаем наш разговор. Героиня нашего сегодняшнего разговора Александра Николаевна Пахмутова. 21 апреля 1978 года. Вы, конечно же, должны помнить этот день. Москва. Московский планетарий. В этот день планету номер 1889, или как, 1889... 1889. 1889 ей присваивают имя Александры Пахмутовой. И вы приезжаете в планетарий вместе со своим папой, да? Это так было? Да. Вот что для вас этот день? Потому что вот с точки зрения, опять-таки, обывателя, я думаю, боже мой, твоим именем назвали планету. Ну, мы все немножко амбициозны, но чтобы назвали, надо заслужить, надо еще что-то сделать, такое, чтобы назвали. Поэтому нам и кажется, что это такое знаменательное событие. Событие знаменательное, конечно. Она, ну, знаете, такое время было, мы и дружили с летчиками, и с космонавтами, и очень любили, и до сих пор очень люблю небо, очень люблю звезды, люблю созвездия. Вот. Очень люблю это. Не так хорошо знаю, но еще с северным полушария более или менее, южное совсем плохо знаю. Вот. А северное, я хочу сказать, что не думайте, что это такая уж планета. Это астероид. Он не такой большой. Это, наверное, как у маленького принца. Помните, была планета, он каждое утро ее подметал. Вот астероид 1889, она между Марсом и Юпитером, она не такая большая, и вот просто так ее увидеть нельзя. Можно увидеть только в телескоп. Вообще-то очень торжественно было, и очень волнующе, и замечательно. В 1965 году, это еще раньше значительно, появляется песня. Пронзительная песня про нечеловеческую любовь. Опустела без тебя земля. Да. Вы писали эту песню к кинофильму «Тритопли на Плющихе». Нет. Нет? Совсем нет. А вот очень интересно, потому что одни считают, что это Гагарину посвящено, Юрию Алексеевичу. Кто-то считал, что это... У нас вот такая информация разная. Расскажите, из первых хвостов. Ну, 1965 год. Вообще, это же время было... Вот начались полеты в космос. 1961 год. 1961 год. Потом... Ну, об этом можно долго рассказывать. Потом были... Тогда еще не было звездного городка. Был просто гарнизонный клуб в Чкаловской. И мы туда ездили. Союз композиторов, вот композиторы, певцы. Молодые Кобзон ездили. Композиторы наши, Астровские, Калмановские. Все поездили. Мы собирались на станции метро Сокольники. Туда приезжал автобус. И мы ехали в Чкаловскую. И мы уже со многими познакомились, подружились со многими космонавтами. Вот. И мы писали целый цикл песен, в которые входят песни «Обнимай небо» на взлет. «Нежность» и «Взлетно-взлетно-взлетно-взлетно». Еще... Сейчас вспомню название. Вот. Вот и все. И песня прозвучала впервые в декабре 65-го года. Опустела без тебя земля. Пела Кристалинская. Я не была в стране. Просто я на концерте не была. Она пела очень хорошо. И ушла под стук своих кулачков. Просто песня не имела никакого. Никакой реакции, никакого успеха абсолютно. Вот. Но есть исполнители, которые в это время бросают песню и уходят в другую сторону. Вот Кристалинская, она продолжала с упорством петь эту песню. И она доказала, что песня чего-то стоит. Фантастика. Вот вы сейчас говорите, я даже не верю, потому что сегодня, это, как говорят, хит. Это пронзительная песня. Вот так. И в то время под стук, собственно, Башмаков, исполнитель, на премьере этой песни уходит. Да. Со сцены. Да. Но Гагарин был одним из первых слушателей ее. Я показывала эту песню. А кому все-таки была эта песня посвящена? У нас... Ну, вы знаете что? Вот так я бы не стала... Не стала бы это уточнять так. Это образ такой. Да, вот какого-то человека, который ушел из жизни и опустила без него земля. Ну, там, не там. Там опустила без тебя земля. Если можешь, прилетай скорее. А, если можешь, прилетай скорее. Прилетай скорее. Вот видите, вот это удивительно. Вот вчитываешься в эти стихи, и ты ищешь там какой-то смысл, там объем, какие-то метафоры, гиперболы, образы возникают. А сегодня вот читаешь стихи современные, и никак не можешь понять, что же хотел сказать автор. А это для настроения. Это все для настроения. Смотря что вы читаете. Вот вы читаете литературную газету. Нет, нет, я имею в виду стихи песен наших, которые мы сегодня... Вот я почему говорю, что в литературной газете очень бывают подморки стихов и молодых авторов. Авторах из других республик. Очень интересные. Ну, там же Поляков руководит литературной газеты. Да, да. Поэтому там не может ничего... А вот в сегодняшних песнях я беру стихи. Даже у Николая Фоменко была такая передача, когда он брал стихи песен и начинал разбирать их, и это доходило до абсурда вообще. Там никакой мысли не было. Ну... Я уж не говорю про три кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ну, такая ситуация тоже, наверное, может случиться. Вот теперь, от Ритополя стали снимать спустя два года, когда песня была уже достаточно популярной. Так. Достаточно популярной была песня, и Доронина, она уже пела в картине, как песня, которая звучит по радио. То есть уже любимую песню народную. Да, она пела уже народную, народную песню. Она здорово там пела. И я же отказалась от картины. Я не... Леозного позвонила, я говорю, я не буду писать. Но я не злой человек, я добрый человек. И как любой добрый человек, если я начинаю принципиальничать, так, это обязательно не кстати. Вот. Я сказала, не буду. Придела там на рынок, мясо, песни. Это для песни, для космонавтов, для меня не буду я это писать. И Татьяна Михайловна, которая была и умнее, и тактичнее, она и есть, слава богу, дай бог ей здоровья. Потому что она, конечно, великий режиссер. Вот. Она говорит, вы посмотрите материал просто, немножко. Хорошо, я приехала. И вот мне показали эту сцену, где Доронина поет. И ее пение, и, может быть, не столько даже... И ее пение, и, главное, глаза Ефревова, когда... То есть глаза человека, к которому пришла большая любовь, в которой не будет счастья. Я думаю, я никому в жизнь отдам эту картину. Опустело небо, Без тебя, Без тебя, Ой, Как мне несколько часов прожить, Листья падают в пустых садах, И куда-то все спешат в такси. Только пусто без тебя Одной на земле, А ты все летишь, И тебе дарят звезды Свою нежность. Я вот сижу, Думаю, Советский Союз, Вот то время, Как все-таки сложно было работать. С одной стороны, Вы состоявшийся, Известный, Любимый композитор, Да? Но надо было жить в этой стране. Советский Союз. И одни из самых лучших песен, Это были ваши. И при всем том, Вы умудрились как-то не быть членом КПСС. Вы не были членом КПСС. Нет. А как вы умудрились? Ведь в то время, Ну, практически это невозможно было. Да. Ну, как-то, знаете, Так вот удалось, Что-то не было. Были какие-то хитрости, Или что? Да что-то я не смогу, Не справлюсь, Не знаю. В любой идеологии, В религии, Есть подвижники, Есть святые, И есть функционеры. В функционере тоже бывают люди, Которые порядочно много работают, И честно. Но есть люди, Которые, пользуясь всеми благами, Просто спокойно живут, Ни о чем не думая. Вот. Также, понимаете, Так же вот партия. Есть люди, Которые выиграли войну, Которые восстановили страну, Которые их пытали, Вырезали звезды, И они ничего не говорили. Ничего не давали. Вот великие люди, Которые шли в живой огонь, Коммунисты. Да потрясающе. Я вот таких людей, Можем было вообще согласиться, Вообще дома мыть полы и окна. А есть люди спокойные. Вот человек, Который со мной вел беседу, Он после этой беседы Сел в казенную Черную Волгу И поехал на государственную дачу. А я иду опять домой Со всеми проблемами. У меня отец, Член партии, Был с 17-го года. Он поступил в партию, Прежде чем в комсомол. Потому что он поступил в партию, Комсомола еще не было. Поэтому, А то, что мне удалось, Удалось просто уйти вот от чего. От того, что мне бы не предлагали Что-то делать. Мне бы приказывали. И не настоящие коммунисты. А вот люди, Которые очень хорошо при этом Вообще существовали и жили, и живут. Вот давайте про лихие 90-е поговорим. Потому что в жизни каждого человека Да, вот, Ну, а хотим мы того, не хотим. Вот меняются какие-то Предлагаемые обстоятельства. А мы вот сидим, разговариваем. А за окном проходит жизнь. И уже там смотришь другой президент. Скоро вот новые выборы. И так далее, и так далее. Вот что для вас Вот то время, Вот это время, Как его называют, Лихие 90-е, Но это смута какая-то была. Лихие, Я не могу сказать лихие. Лихие – это слишком красиво. Лихие – это в этом есть что-то Что-то от кавалерийской конницы. Я этого не чувствую, Что это уже такое было лихое. Ну, сменилось правительство. Не знаю. Это серьезно. Я не знаю, как об этом сказать, Чтобы это было убедительно. Ну как, вот, Мы придем сейчас к этому моменту, К сегодняшнему, Когда вы говорите, Опять мы супер востребованы, Это замечательно. Мы не опять, Так и было, Мы только совсем немного Заболочали. А в общем-то, Ну, может потому, Что мне особенно, Как вам сказать, Не то, что меня это не волнует, Но востребованно, Да, на негостребованно, На негостребованно. Мы работаем, Ну, в детстве пригодится. Творческий человек найдет, чем заниматься. Да, найдет, чем заниматься. Найдется, кому спеть. Вот я совсем недавно написала Пьесу для скрипки с фортепиано. Великолепный молодой музыкант Юра Медяник Отлично это сыграл. Женя Малышко, Наш друг, Уже не один десяток лет наша дружба. Евгений Малышко, Ирочка Мочевариани, Он поставил номер. Потом Юра Медяник говорит, А вы знаете, У меня в Башкирии концерт будет с оркестром. Рассказал с оркестром, Я очень люблю оркестр. Уже все, Я уже стала делать партитуры, Хотя у меня об этом, по-моему, И не просил. И он уже в Башкирии сыграл это с оркестром. Поэтому, спасибо, что востребованы. Вот со страны складывается такое впечатление. Вот Пахмутова и Добронавов, Вот они востребованы, Это было время, Это та страна. Пришло новое время, да? Другое государство, Россия, Там все, Сказали, Новые люди, Новые песни. И вроде бы, Ни Пахмутова, Ни Добронав уже не нужны народу. Ну, не нужны не надо. Ну, не было же так, Что были не нужны. Вот ваши ощущения. Как вы считаете, Что у вас продолжались концерты? Вы работали в это время? Нет, нет, нет. Особенно 90-е. Всем было не до концертов. До концертов было только, Может быть, артистов. А так? Ну, ваша жизнь не останавливалась. Вы как сочиняли, Так и сочиняли. Николай Николаевич как писал стихи, Так и писал стихи. В общем-то. Да. Не было такого, Что, ах, вот это вот под депрессией, Творческий кризис. Ну, не знаю. Мы в это время написали песню, Скажем, Госпожа Несчета, Песню, Остаюсь с обманутым народом. Ничего, Даже были молодые, Которые, Это даже проходило, Что по телевидению это было. Виноградная лоза, Когда было, Было это варварство С уничтожением виноградников. Да. Это нельзя делать. Помните, По-моему, Это Евангелие от Марка, Где Христос говорит, Я есмь виноградная лоза. Это очень непростое растение. Это непростое. Нельзя трогать виноградную лозу. Вот у меня Отец лежал с инфарктом в больнице, Я знала, Что каждый день Должна им перевозить Филотлам винограду, Потому что это и лечивает. Виноградная лоза вообще-то Дитя солнца. Это нельзя было, Это преступно было это трогать. У песни есть разные миссии. Развлекать, Вот есть Защищать униженных и оскорбленных. Он должна это делать. Виноградная лоза не смогла остановить, Так и спеть про это. И то полегче будет. Вот сегодня я опять-таки возвращаюсь К этому недавнему появлению на Первом канале, Когда вся страна выбирала лучшую песню. Мне это немножко было как-то так, Знаете, я с иронией слушал. Ну, столько замечательных песен. Ну, как можно выбрать из всех Пахмутова и Добронравова лучшую? Ну, это очень сложно. Знаете, почему? Я вам скажу, почему такой юз. Не от того, что только 10 песен. Спасибо Первому каналу. Спасибо за 10 песен. Спасибо за то, что сделали такой праздник. Потому что, в другой стороне, В песне нет нормального концертного кровообращения. Вот так что, вот концерт, вот песни. Во-первых, у нас уничтожили концертный зал России. Это преступно. У нас и негде делать концерты, песен. Ну, сейчас же в Лужниках происходит, там есть... В Лужниках надо играть в хоккей. Они делают все возможное, коллектив Зала России. И все-таки это не то, понимаете? Вот. Поэтому не звучит столько песен. И поэтому говорить, ой, спасибо, что сделали. Это удивительно, что немножко раздвинули сериалы, И вот нашелся это время. Спасибо. Ну, мы вот начали с фразы, что новое время – новые песни. Но, мне кажется, есть песни, которые на все времена. И вот, во всяком случае, в этом шоу прозвучали песни, которые, на мой взгляд, песни на все времена. И молодые люди, может быть, немножко гипертрофированно воспринимают сегодня их, не так, как мы их тогда воспринимали, там, лет 10, 20, 25 назад. А, может быть, наши внуки по-другому вообще будут. Главное, чтобы они звучали. Это очень важно, потому что это добрые песни. И вот здесь и здесь они что-то воздействуют и с человеком происходят. Мы продолжаем наш разговор с Александром Николаевным Пахмутовым. А вот скажите, Александр Николаевным, если это не секрет, вот как строится ваш день? Все-таки во сколько вы встаете? Никак он не строится. Ну, во сколько вы встаете? Вот в 5, в 6, в 7? Ну, как придется? Наверное, часов, не знаю, в 9, в 10, вот так, наверное. А ложитесь поздно. Поздно, да. Ну, просто вот сравнивая свой режим, каждый человек думает, ну, я вот стою, потом иду на работу, это понятно. Есть творческие профессии, у них, конечно, там полный хаос в жизни. Значит, у вас режим творческого человека. Наверное, да. И нельзя сказать, вот завтрак во столько, обед во столько, ужин во столько. К сожалению, нет, да. А вот во столько мы с Николаем Николаевичем выходим на набережную погулять, подышать свежим годом. Вот, этого нет совсем. Почему? А как же так? Нет, ну, есть, Таня, что-нибудь? Нет, вот такого порядка нет. Ну, потому что все смотрят и думают, ну, в чем же секрет вот такой, что вот пахнут... Ну, зачем этот секрет? Нет, ну, а секрет в том, потому что каждый человек думает, ну, почему так люди хорошо молодо выглядят? Почему они так активны? Откуда у них столько энергии? Ну, как это все? Это естественный вопрос. А вы вот усиленно это скрываете. Либо тогда честно скажите, нет никакого, ребят, секрета. Я не секрету, нет, вот как идет... Режима нет никакого. Как идет, так и идет. Живем и живем, работаем и работаем. По концертам и так далее. Хорошо. Но 55 лет все-таки вместе, это тоже ведь тайно. Вот сегодня все говорят о семье. Знаете, такая вот программа уже появилась, как это называется, не знаю, национальная программа, семейная программа. И тоже все теоретически пытаются разобраться, как сделать так, чтобы возродилась семья, чтобы люди поняли, что надо вот жить вместе, что должна быть семья. Вот ваша семья 55 лет. Двух творческих людей в замкнутом пространстве, в одной квартире, два творческих человека. Понятно, что возникают какие-то и творческие, и жизненные вещи. Но тем не менее, 55 лет. Но это шутка сказать? Кто все-таки в вашей семье лидер? Николай Николаевич, он руководит? Не знаю, наверное, не знаю. Но Николай Николаевич нам обещал завтра приехать к нам и рассказать, вот как он все ощущает. Для вас это открытие, он дал согласие участвовать в нашей передаче. Завтра он нам все расскажет. Александр Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, а вот в 2009 году, по-моему, 2009, вы написали такую песню под названием «А что нас ждет впереди?» Есть такая песня? А что ждет нас впереди, да. Так, что нас ждет? Вот вы как мудрец, как человек космоса. Скажите, что нас... Я не мудрец. Ну, что нас ждет впереди, вот по вашим ощущениям? У вас оптимистическое ощущение будущего? Нет. Сложное ощущение? Сложное. Это очень хорошо. Потому что наверняка, конечно, хотелось бы, чтобы сейчас Александр Николаевна Пахмурского, сказал, ну, ребята, конечно, много проблем, но все будет хорошо. Но вы сказали именно так, как вы чувствуете. И это честно, и это правда. И спасибо вам. Спасибо. У нас тоже у всех очень тревожные отношения. Но хотелось бы, чтобы было все хорошо. Будем надеяться. А мы будем слушать ваши песни, которые нам помогают, нам строить и жить помогают. Спасибо. Хотелось бы какими-то такими оптимистическими строками из вашей песни закончить, что... Ну, зачем мы будем делать это искусственно? Вас люди любят. Спасибо большое. Они слушают ваши песни. А у нас есть такие партнеры. Они называются арт-букет. Мы им даем задание такое на каждого героя создать композицию. И вот то, что они подготовили для вас. Как они чувствуют? Ой, какая прелесть. Александра Николаевна Пахмутова. Спасибо. Спасибо. И я боюсь, что вы не любите сладкие. Вам нельзя. Мне все можно, Александр Васильевич. Ну, слава богу, обратно. Это от наших партнеров золотой трюфель. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это было безумно, увлекательно, интересно и полезно. Должен вам сказать. Не уходите. Мы должны попрощаться с нашими зрителями. Композитор Александра Николаевна Пахмутова была героиней программы «Разговор». Я, Александр Мягченков, прощаюсь с вами. Всего доброго. Не забудьте посмотреть нашу программу завтра. В гости к нам, в нашу студию, приедет поэт Николай Николаевич Добранранов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» такое глобальное. Сюиту, симфонию. Нет, я думаю, что... Вы знаете, не нужно. Каждому нужно свое. Вот мне иногда говорят, как вы сочиняете без инструмента. Я говорю, да, без инструмента. А как это без инструмента? Вот действительно, как это? Ну как? Я первый раз слышу, как без инструмента? Ну ничего особенного. В голове вот и... Да, конечно, а где же еще? Вот. Но это... Это не означает ничего. Это не означает ни героизм, ничего-то. Да, я сочиняю так. А есть люди, которые целый день играют. Ради бога, они тоже прекрасны. Это разные системы. Важный результат. И все. Я с вами согласен. Но тем не менее, вот для меня, как человека несведущего, обыватель, я думал, что такое, как бы, садиться, надо каждый день играть. Там, я не знаю, с утра или ночью. Да играть-то неплохо было бы. Мне надо было бы играть. А у вас в голове возникло, вы записали все это? Да. Потрясающе. Вот я первый раз... Да нет, тогда не только я работаю. Но мы говорили, к чему это? Что аскетически... То есть у нас нет ни режима, ни плана, никакой аскетики. Ну, чтобы... Вот как идет, как несет. Но грех жаловаться, потому что это интересно. Интересно. Сочинения звучат. Все. Но времени уходит на все много. И, может быть, кажется аскетичным это то, что очень много... Как помните, у Андреа Мурао есть такая новелла «Хронофаги». «Похитители времени». Я этих людей очень боюсь. Потому что ничего, какие-то вообще просьбы, какие-то... Причем стихи часто, к сожалению. Бывают и хорошие, но часто плохие стихи, которые посылают так. Сначала посылают в правительство письмо. А уже из правительства присылают мне. Так, чтобы я уже не смела не ответить. Вот этого слишком много, понимаете? У меня нет сил на все. И на это уходит масса времени. И сил. Я вас понимаю. Понимаете, вот на это мне жалко время. Потому что... Ну как же это так? Вот. А так... Не знаю. Мы сейчас должны срочно... Что, Александр Васильевич, что вас не устраивает в нашей жизни? Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, а потом мы продолжим наш удивительно интересный разговор. Потому что открытие за открытием. Лично для меня. Мы продолжаем наш разговор. Героиня нашего сегодняшнего разговора Александра Николаевна Пахмутова. 21 апреля 1978 года. Вы, конечно же, должны помнить этот день. Москва. Московский планетарий. В этот день планету номер 1889, или как, 1889, была страна, выбирала лучшую песню. Мне это немножко было как-то так, знаете, я с иронией слушал. Ну, столько замечательных песен. Ну, как можно выбрать из всех песен Пахмутова и Добронравова лучшую? Ну, это очень сложно. Знаете, почему? Я вам скажу, почему такой юз. Не от того, что только 10 песен. Спасибо Первому каналу. Спасибо за 10 песен. Спасибо за то, что сделали такой праздник. Потому что, в другой стороне, в песне нет нормального концертного кровообращения. Вот так что вот концерт, вот песни. Во-первых, у нас уничтожили концертный зал России. Это преступно. У нас и негде делать концерты, песен. Но сейчас же в Лужниках происходит. В Лужниках надо играть в хоккей. Они делают все возможное, коллектив зала России. И все-таки это не то, понимаете? Вот. Поэтому не звучит столько песен. И поэтому говорить, ой, спасибо, что сделали. Это удивительно, что немножко раздвинули сериалы. И вот нашелся это время. Спасибо. Ну, мы вот начали с фразы, что новое время – новые песни. Но, мне кажется, есть песни, которые на все времена. И вот, во всяком случае, в этом шоу прозвучали песни, которые, на мой взгляд, песни на все времена. И молодые люди, может быть, немножко гипертрофированно воспринимают сегодня их. Не так, как мы их тогда воспринимали лет 10, 20, 25 назад. А, может быть, наши внуки по-другому вообще будут. Главное, чтобы они звучали. Это очень важно, потому что это добрые песни. И вот здесь и здесь они что-то воздействуют и с человеком происходят. Мы продолжаем наш разговор с Александром Николаевным Пахмутовым. А вот скажите, Александр Николаевным, если это не секрет, вот как строится ваш день? Все-таки во сколько вы встаете? Никак он не строится. Ну, во сколько вы встаете? Вот в 5, в 6, в 7? Нет, ну, наверное, часов, не знаю, в 9, в 10. Вот так, наверное. А ложитесь поздно? Поздно, да. Ну, просто вот сравнивая там свой режим, каждый человек думает, ну, я вот стою, потом иду на работу, это понятно. Есть творческие профессии, у них, конечно, там полный хаос в жизни. Значит, у вас режим творческого человека. Наверное, да. И нельзя сказать, вот завтрак во столько, обед во столько, ужин во столько. К сожалению, нет, да. А вот во столько мы с Николаем Николаевичем выходим на набережную погулять, подышать свежим годом. Вот этого нет совсем. Почему? А как же так? Нет, ну, есть, Таня, что-нибудь? Нет, вот такого порядка нет. Ну, потому что все смотрят и думают, ну, в чем же секрет вот такой, что вот пахнут... Ну, зачем этот секрет? Кому это нужно? Нет, ну, а секрет в том, потому что каждый человек думает, ну, почему так люди хорошо молодо выглядят, почему они так активны, откуда у них столько энергии, ну, как это все? Это естественный вопрос. А вы вот усиленно это скрываете. Либо тогда честно сказать, нет никакого, ребят, секрета. Я не секрету, нет, вот как идет... Ну, как, вот мы придем сейчас к этому моменту, к сегодняшнему, когда вы говорите, опять мы супервостребованы, это замечательно. Ну, не опять, так и было, только совсем немного оболочали. А, в общем-то, ну, может, потому что мне особенно... Как вам сказать? Не то, что меня это не волнует, но востребованно, да, но не востребованно, но не востребованно. Мы работаем, но у вас пригодится. Творческий человек найдет, чем заниматься. Да, найдет, чем заниматься, найдется, найдется кому-то петь. Вот я совсем недавно написала пьесу для скрипки с фортепиано. Великолепный молодой музыкант Юра Медяник отлично это сыграл. Женя Малышко, наш друг, уже не один десяток лет наша дружба. Евгений, значит, Малышко. Поставил балет. Ирочка Мочевариани. Он поставил номер. Потом Юрия говорит, а вы знаете, у меня в Башкирии концерт будет с оркестром. Ну, раз сказал с оркестром, я очень люблю оркестр. Уже все, я уже стала делать ему партитуры, хотя он меня об этом, по-моему, и не просил. И вот уже в Башкирии сыграл это с оркестром. Поэтому, ну, спасибо, что вас требовали. Вот со стороны складывается такое впечатление. Вот Пахмутова и Добронавов, вот они востребованы, это было время, это та страна. Пришло новое время, да? Другое государство, Россия, там все, сказали, новые люди, новые песни. И вроде бы ни Пахмутова, ни Добронав уже не нужны народу. Ну, не нужны не надо. Ну, не было же так, что были не нужны. Вот ваши ощущения, как вы считаете, что у вас продолжались концерты, вы работали в это время? Нет, 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 особенно 90-е, да всем было не до концертов. До концертов было только, может быть, артистов. А так? Но ваша жизнь не останавливалась. Вы как сочиняли, так и сочиняли. Николай Николаевич как писал стихи, так и писал стихи. В общем-то. Да. Не было такого, что ах, вот это вот под депрессией, творческий кризис. Ну, не знаю, мы в это время написали песню, скажем, госпожа нищета, песню «Остаюсь с обманутым народом». Ничего, даже были молодые, которые это даже проходили, даже по телевидению это было. Виноградная лоза, когда было это варварство с уничтожением виноградников. Да. Это нельзя делать. Помните, по-моему, это Евангелие от Марка, где Христос говорит «Я есть виноградная лоза». Это очень непростое растение, это непростое. Нельзя трогать виноградную лозу. Вот у меня отец лежал с инфарктом в больнице, я знала, что каждый день должна мне привозить филограмм винограду, потому что это и лечивает. Виноградная лоза вообще – это дитя солнца. Это преступно было это трогать. У песни есть разные миссии – развлекать, защищать униженных и оскорбленных. Она должна это делать. Витоградная лоза не смогла остановить, так и спеть там, правда. Но вы знаете, что мне приятно? Я тоже смотрел вот это телевизионное шоу, эту программу на Первом канале. Мне было очень приятно, потому что, ну, во-первых, я ваш поклонник. Спасибо. Знаете, как сейчас модно говорить, но это говорят что-нибудь неприличное. Знаете, мы выросли на ваших фильмах, мы выросли на ваших спектаклях. Да, да. Подходит старый гитарий человек, совершенно седой, еле идет, говорит, я вырос на ваших песнях. Я вот в детстве, в юности, в юности распевал, любил напевать «Лэп-500, непростая линия». Вот сейчас молодым людям скажи «Лэп-500», они скажут, а что это такое? Ну, это линия электропередач, которую в свое время строили, это было прогрессивно. Но песня-то была настолько душевная, удивительная и трогательная, она и сейчас есть. Ее исполняют ведь? Вы знаете, как вам сказать, что такое «Лэп-500»? Да, мы на радио сказали, такой песен не может быть. Что это за «Лэп-500». Но тогда была радиостанция «Юность», прибежище всех молодых, и надежный вообще друг и защитник. Мы пошли сразу на радиостанцию «Юность» и там эту песню передали. Но чтобы было абсолютно ясно, мы написали еще одну песню, которая называется «Что такое лэп-500». Что такое лэп-500? Да. Понимаете, я хочу сказать то, что мне представляется в этом главном. Может быть, поэтому, как-то многие из этих песен помнят сейчас, потому что вот то, что мы писали с Николаем Николаевичем, и то, что делаем сейчас, это песни о людях, которые работают, о тружениках. Причем труженик – это не обязательно он с молотком, стоит вот этот труженик. А человек, который сидит, так сказать, до утра, скажем, там, какой-то ученый, это тоже труженик. Вот о людях, которые работают. А лэп-500, почему вам это нравится? Потому что там, ну, о них сказали так, как мы это чувствовали и любили. Повернув выключатель в комнате, вы о нашем зимовье вспомните. Если бы желтый глазок вольфрамовый мог пахнуть тайгой. Вот мы этих людей реально видели. Это люди поэты в душе, вот такие. И вот таким людям мы, собственно, посвятили основную часть своих песен. А сейчас я часто слышу, что это быдло. Поэтому, когда говорят, ой, почему сейчас нет таких песен? А что же писать такие песни? Знаете, что такое лэповский лэп? Это монтажники, вот мужчины сидят зимой холодно, немритые, вот сидят, ставят эти опоры. Это тяжелый труд. Тяжелый, грубый. Ну, можно, понимаете, вот этих людей мы любили и будем любить всегда. Это люди, которые честно работали за очень скромную зарплату и вообще не думали. Это линии электропередач, которые в свое время строили, это было прогрессивно. Но песня-то была настолько душевная, удивительная и трогательная, она и сейчас есть. Ее исполняют ведь? Ну, вы знаете, как вам сказать, что такое лэп-500? Да, мы на радио сказали, такой песни не может быть, что это за лэп-500. Но тогда была радиостанция «Юность», прибежище всех молодых. И надежный вообще друг и защитник. Мы пошли сразу на радиостанцию «Юность» и там эту песню передали. Но чтобы было абсолютно ясно, мы написали еще одну песню, которая называется «Что такое лэп?» «Что такое лэп?» Да. Понимаете, я хочу сказать то, что мне представляется в этом главном. Может быть, поэтому как-то многие из этих песен помнят сейчас. Потому что вот то, что мы писали с Николаем Николаевичем, и то, что делаем сейчас, это песни о людях, которые работают, о тружениках. Причем труженик – это не обязательно он с молотком, стоит вот этот труженик. А человек, который сидит, так сказать, до утра, скажем, там, какой-то ученый, который… Это тоже труженик. Вот о людях, которые работают. А лэп 500, почему вам это нравится, потому что там, ну, они сказали так, как мы это чувствовали и любили. Повернув выключатель в комнате, вы о нашем зимовье вспомните, если бы желтый глазок вольфрамовый мог пахнуть тайгой. Вот мы этих людей реально видели. Это люди поэты в душе, вот такие. И вот таким людям мы, собственно, посвятили основную часть своих песен. А сейчас я часто слышу, что это быдло. Поэтому, когда говорят, ой, почему сейчас нет таких песен? А что же писать такие песни? Знаете, что такое лэповский лэп? Это монтажники, вот мужчины сидят зимой, холодно, немритые, вот сидят, ставят эти опоры. Это тяжелый труд, тяжелый, грубый. Но можно не… Понимаете, вот этих людей мы любили и будем любить всегда. Это люди, которые честно работали за очень скромную зарплату и вообще не думали. Понимаете? Вот для нас это очень дорого и для меня, и для Николая Николаевича вот такие люди. Вы знаете, вот это еще, мне кажется, это отношение к жизни. Потому что можно приехать на какую-то стройку, посмотреть это и увидеть совершенно иное. А можно приехать и увидеть романтику, поэтику, увидеть в этих людях искру, свечение глаз. Седина в проводах от иния, лэп-500 непростая линия. И ведем мы ее с ребятами. Я помню Юрий Позырев, замечательный артист. Без инструмента. Я говорю, да, без инструмента. А как это без инструмента? Вот действительно, как это? Ну как? Я первый раз слышу, как без инструмента? Ну ничего особенного. В голове вот и… Да, конечно, а где же еще? Вот. Но это, это не означает ничего. Это не означает ни героизм, ничего-то. Да, я сочиняю так. А есть люди, которые целый день играют. Ради бога, они тоже прекрасны. Это разные системы. Важный результат, и все. Я с вами соглашусь, но тем не менее, вот для меня, как человека несведущего, обыватель, я думал, что такое, как бы, садиться нам, надо каждый день играть. Там, я не знаю, с утра или ночью. Да, играть-то неплохо было бы. Мне надо было бы играть, чтобы играть получше. А у вас в голове возникло, вы записали все это? Да. Потрясающе. Вот я первый раз… Да нет, тогда не только я работаю. Но мы говорили, к чему это, что аскетически… То есть у нас нет ни режима, ни плана, никакой аскетики. Ну, чтобы… Вот как идет, как несет. Но грех жаловаться, потому что это интересно. Интересно. Сочинения звучат, все. Но времени уходит на все много. И, может быть, кажется аскетичным это, то, что очень много… Как помните, у Андреа Мурау есть такая новелла «Хронофаги». «Похитители времени». Я этих людей очень боюсь, потому что ничего, какие-то вообще просьбы, какие-то… причем стихи часто, к сожалению, бывают и хорошие, но часто плохие стихи, которые посылают так. Сначала посылают в правительство письмо, а уже из правительства присылают мне, так, чтобы я уже не смела не ответить. Вот этого слишком много, понимаете, у меня нет сил на все. И на это уходит масса времени и сил. Я вас понимаю. Вот на это мне жалко время, потому что… Ну, как же это так? А так… не знаю. Мы сейчас должны срочно… Что, Александр Васильевич, что вас не устраивает в нашей жизни? Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, а потом мы продолжим наш удивительно интересный разговор, потому что открытие за открытием. Лично для меня. Мы продолжаем наш разговор. Героиня нашего сегодняшнего разговора – Александра Николаевна Пахмутова. 21 апреля 1978 года. Вы, конечно же, должны помнить этот день. Москва. Московский планетарий. В этот день планету номер 1889, или как, 1889… 1889. 1889 ей присваивают имя Александры Пахмутовой. И вы приезжаете в планетарий вместе со своим папой, да? Это так было? Да, да. Вот что для вас этот день? Потому что вот с точки зрения, опять-таки, обыватель… У нас так принято, что в начале я должен прочитать произведение молодого автора, эссе от нашего редактора. Александра Пахмутова помнит себя с первых попыток в 3,5 года подобрать на пианино услышанные в кинотеатре мотивы. В 5 лет сочинила первую мелодию. Петухи поют. В 7 лет пошла в общеобразовательную школу в поселке Бекетовка и параллельно 3 раза в неделю ездила с мамой на поезде в Сталинград, в музыкальную школу. Правда, дорога-то была не близкая. Километров 20, да, было до Сталинграда? Да, 18 было, да. Закончила консерваторию, теоретико-композиторский факультет, но тут, в СССР, началось фантастическое время. Оттепель, полет в космос, сибирские стройки. И серьезный композитор Александра Пахмутова неожиданно начала писать песни. «Лодочка моя, нежность», «Трус не играет в хоккей», «Старый клен», «Птицы счастья», ну и так далее, и так далее, что перечислять более 400 песен. Сегодня для многих людей Александра Пахмутова уже давно превратилась в легенду, национальное достояние. Но не все знают, что на самом деле Александра Николаевна нежная, жизнерадостная, застенчивая женщина. Но мы это знаем. Александра Николаевна живет замкнут, и телефон включает только тогда, когда ждет звонка, с журалистами отношения выстраивает избирательно. Недавно все смотрели по первому каналу телешоу «Достояние республики» «Вечер песен Александра Пахмутова и Николая Добронравова». Выдающиеся авторы. И мы еще раз убедились, что бы ни происходило в нашей стране, людям всегда будут нужны добрые и хорошие песни. Спасибо. По-моему, нет никаких неточностей. Я не могу сказать, что я веду замкнутую жизнь. Это не получается. Это хорошо, наверное, что у меня как раз очень много общений, но сработать, сочетать очень трудно, потому что я просто с этим не справляюсь. И поэтому мы выключаем телефон, правда. Но вы знаете, что мне приятно? Я тоже смотрел вот это телевизионное шоу, эту программу на Первом канале. Мне было очень приятно, потому что, ну, во-первых, я ваш поклонник. Спасибо. Знаете, как сейчас модно говорить, но это говорят что-нибудь неприличное. Знаете, мы выросли на ваших фильмах, мы выросли на ваших спектаклях. Да, да. Подходит старый гитарик, человек сошел на стену, еле идет. Говорит, я вырос на ваших песнях. Да, да. Я вот в детстве, в юности, в юности распевал, любил напевать Лэп-500 «Непростая линия». Вот сейчас молодым людям скажи Лэп-500, они скажут, а что это такое? Ну, это линия электропередач, которую в свое время строили, это было прогрессивно. Но песня-то была настолько душевная, удивительная и трогательная. Она и сейчас есть. Ее исполняют ведь? Вы знаете, как вам сказать, что такое Лэп-500? Да, мы на радио сказали, такой песни не может быть. Что это за Лэп-500? Но тогда была радиостанция «Юность». Да. Прибежище, виноградные глаза, вообще-то дитя солнца. Это нельзя было того, это преступно было это трогать. У песни есть разные миссии, развлекать, защищать униженных и оскорбленных. А она должна это делать. И так рады лоза не смогли остановить, так и спеть про это. И то полегче будет. Вот сегодня, я опять-таки возвращаюсь к этому недавнему появлению на Первом канале, когда вся страна выбирала лучшую песню. Мне это немножко было как-то так, знаете, я с иронией слушал. Ну, столько замечательных песен. Ну, как можно выбрать из всех песен Пахмутова и Добронравова лучшую? Ну, это очень сложно. Знаете почему? Я вам скажу, почему такой юз. Не от того, что только 10 песен. Спасибо Первому каналу. Спасибо за 10 песен. Спасибо за то, что сделали такой праздник. Потому что, в другой стороне, в песне нет нормального концертного кровообращения. Вот так что, вот концерт, вот песни. Во-первых, у нас уничтожили концертный зал России. Это преступно. У нас и негде делать концерты, песен. Но сейчас же в Лужниках происходит. В Лужниках надо играть в хоккей. Они делают все возможное, коллектив Зала России. И все-таки это не то, понимаете? Вот. Поэтому не звучит столько песен. И поэтому говорить, ой, спасибо, что сделали. Это удивительно, что немножко раздвинули сериалы. И вот нашелся это время. Спасибо. Ну, мы вот начали с фразы, что новое время – новые песни. Но, мне кажется, есть песни, которые на все времена. И вот, во всяком случае, в этом шоу прозвучали песни, которые, на мой взгляд, песни на все времена. И молодые люди, может быть, немножко гипертрофированно воспринимают сегодня их. Не так, как мы их тогда воспринимали лет 10, 20, 25 назад. А, может быть, наши внуки по-другому вообще будут. Главное, чтобы они звучали. Это очень важно, потому что это добрые песни. И вот здесь, и здесь они что-то воздействуют и с человеком происходят. Мы продолжаем наш разговор с Александром Николаевным Пахмутовым. А вот скажите, Александр Николаевным, если это не секрет, вот как строится ваш день? Все-таки во сколько вы встаете? Никак он не строится. Ну, во сколько вы встаете? Вот в 5, в 6, в 7? Ну, как придется? Ну, наверное, часов, не знаю, в 9, в 10. Вот так, наверное. А ложитесь поздно. Поздно, да. Ну, просто вот сравнивая свой режим, каждый человек думает, ну, я вот стою, потом иду на работу, это понятно. Есть творческие профессии, у них, конечно, там полный хаос в жизни. Значит, у вас режим творческого человека. Наверное, да. И нельзя сказать, вот завтрак во столько, обед во столько, ужин во столько. К сожалению, нет, да. А вот во столько мы с Николаем Николаевичем выходим на набережную погулять, подышать свежим городом. Этого нет совсем. Не то, что меня это не волнует. Ну, востребованно, да, оно не востребовано, оно не востребовано. Мы работаем, ну, уже здесь пригодится. Творческий человек найдет, чем заниматься. Да, найдет, чем заниматься, найдется, найдется кому спеть. Вот я совсем недавно написала пьесу для скрипки с фортепиано. Великолепный молодой музыкант Юра Медяник отлично это сыграл. Женя Малышко, наш друг, уже не один десяток лет наша дружба. Евгений Малышко, Ирочка Мочевариани. Он поставил номер. Потом медиане говорит, а вы знаете, у меня в Башкирии концерт будет с оркестром. Ну, раз сказал с оркестром, я очень люблю оркестр. Уже все, я уже стала делать партитуры, хотя у меня об этом, по-моему, и не просила. И вот уже в Башкирии сыграл это с оркестром. Поэтому, ну, востребованно, спасибо, что востребованы. Вот со стороны складывается такое впечатление. Вот Пахмутова и Добронавов, вот они востребованы, это было время, это та страна. Пришло новое время, да, другое государство, Россия, там все, сказали, новые люди, новые песни. И вроде бы ни Пахмутова, ни Добронавов уже не нужны народу. Ну, не нужны не надо. Ну, не было же так, что были не нужны. Вот ваши ощущения, как вот вы считаете, что у вас продолжались концерты, вы работали в это время? Нет, 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 особенно, 90-е, да всем было не до концертов. До концертов было только, может быть, артистом. А так? Но ваша жизнь не останавливалась. Вы как сочиняли, так и сочиняли. Николай Николаевич как писал стихи, так и писал стихи. Не было такого, что, ах, вот это вот депрессия, творческий кризис. Ну, не знаю, мы в это время написали песню, скажем, госпожа не считаю песню. Остаюсь с обманутым народом. Ничего, даже были молодые, которые, даже проходили по телевидению, это было. Виноградная лоза, когда было это варварство с уничтожением виноградников. Да. Это нельзя делать. Помните, по-моему, это Евангелие от Марка, где Христос говорит, я есмь виноградная лоза. Это очень непростое растение, это непростое. Нельзя трогать виноградную лозу. Вот у меня отец лежал с инфарктом в больнице, я знала, что каждый день должна мне перевозить килограмм винограда, потому что это и лечивает. Виноградная лоза вообще – это дитя солнца. Это нельзя было, это преступно было это трогать. У песни есть разные миссии. Развлекать, вот есть защищать униженных и оскорбленных. Она должна это делать. Виноградная лоза не смогла остановить, так спеть про это. И то полегче будет. Вот сегодня я опять-таки возвращаюсь к этому недавнему появлению на Первом канале, когда вся страна выбирала лучшую песню. Мне это немножко было как-то так, знаете, я с иронией слушал. Ну, столько замечательных песен. Ну, как можно выбрать из всех песен, Спасибо.